Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов Мануэль и Сенте Толса Сарион Плодовитый не классический архитектор и скульптор в Испании и Мексике Был первым директором Академии Сан-Карлес Я цитирую в Википедии Родился 4 мая 1757 года в Валенсии, Испании Учился в Королевской Академии Сан-Карлеса в Валенсии Королевской Академии Сан-Фернандо в Мадриде Был учеником Хосе Пучуоле и Гаско и Калаберто по архитектуре В Испании был скульптором Королевской палаты В 1890 году был назначен директором скульптуры В недавно созданной Академии Сан-Карлеса в Мексике Женился на Марии Луизе де Сан-Террес Эспиноза По прибытию в Мехико его назначили надзирателем За системами дренажа и водоснабжения города И возложили на него задачи по пересадке парка Аламеда в центре города и территории Колизеи За эти услуги он получил хорошие компенсации После этого он посвятил себя художественным и гражданским работам Также изготавливал мебель, украшения для алтарей, канделябры, распятия и тому подобное Отливал пушки, открыл баню, построил кареты, установил печь для обжига Он жертвовал коллекцию формы фигурок А также 300 медалей и монет Академии Сан-Карлес Умер в 1816 году от язвы желудка Его останки были захоронены в церкви Санта-Веракрус А позже перенесены в Сан-Фернандо Вот так вкратце из переводной википедии данных не очень много О плодовитом неоклассическом архитекторе и скульпторе Испании и Мексике Который был первым директором Академии Сан-Карлеса Мануэль Висенте Толса Сарио Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры создавал DimaTorzok